Здравствуйте, друзья! В заключительном видео мы рассмотрим тему «Поиск неисправностей с помощью утилит». В этом видеоуроке мы будем работать как с известными Windows утилитами, так и с утилитами, работающими на платформе RouterOS. Работая с малыми, средними и распределенными сетями, вы рано или поздно столкнетесь с поиском неисправностей. Поиск неисправностей в сети – это сочетание диагностики, локализация ошибок и принятие решений о том, какие изменения необходимо внести в сеть, чтобы стабилизировать ее работу. Отметим основные проблемы, которые возникают в корпоративной сети. В первую очередь, это потеря или невозможность соединения устройств в рабочей группе. Невозможность получения доступа к общим ресурсам сети. Невозможность получения IP-адреса от сервиса DHCP. Недоступность со стороны компьютера клиента серверных компонентов. Стоит выделить следующие причины, из-за которых возможны проблемы в работе сети. В первую очередь, это человеческий фактор, который является одной из наиболее частых причин проблем в работе оборудования. К примеру, несколько недель назад вы удаляли ненужные правила в фаерволе, оставшиеся от предыдущего работника. А к моменту сдачи отчетности бухгалтерия сообщает о том, что клиент, отправляющий декларации, не может связаться с сервером. Для предотвращения проблем такого рода рекомендуется делать регулярные резервные копии с отправкой их на электронную почту, либо на FTP-сервер. К физическим проблемам стоит отнести проблемы с питанием, поврежденные кабельные трассы, поврежденные пользовательские кабели, выгорание портов и выход оборудования из строя. К сожалению, не все физические проблемы можно предугадать, однако для защиты центрового оборудования необходимо выполнять заземление стойки и использовать источники беспребойного питания. Проблемы конфигурации наиболее редко встречаются в работе сети, если сетью занимаетесь только вы. Наиболее часто проблемы в конфигурации наблюдаются в том случае, когда не ведется журнал изменений и когда малоопытные сотрудники проводят эксперименты с конфигурацией и имеют достаточные права на конфигурирование. Предотвратить появление проблем такого рода можно с помощью введения журнала изменений, резервного копирования, организации тренировочных стендов и ограничения прав доступа к работающему оборудованию. Проблемы с одним из уровней моделей оси TCP IP в большинстве случаев стоит рассматривать как проблемы с конфигурацией или же как физические. Поиск неисправности стандартно стоит начинать с одного из узлов, на которых наблюдается проблема. Так как в большинстве случаев в офисах установлены операционные системы семейства Windows, стоит ознакомиться с следующими утилитами, которые выполняются из командной строки. В первую очередь это утилита IP-config, которая показывает текущую конфигурацию стека TCP IP на локальном компьютере. Команда имеет возможность выполнения с параметрами. Диагностическая утилита Ping проверяет возможность соединения с удаленным компьютером посредством протокола ICMP. Утилита Tracerd отслеживает маршрут, по которому пакеты перемещаются на пути к пункту назначения. Утилита NSLOOKUP представляет собой распознаватель для запросов DNS сервера. Утилита Road показывает и позволяет измять конфигурацию локальной таблицы маршрутизации. С помощью утилита ARP вы можете посмотреть и изменить кэш протокола ARP, содержащий информацию о соответствии IP-адресом, MAC-адресом локальных узлов. С помощью NETSTAT вы можете посмотреть текущую информацию сетевого соединения TCP IP, например, информацию о подключенном хосте и номера используемых портов. Оборудование Mikrotik предлагает широкий набор инструментов в поиске неисправностей. Это классические утилиты, такие как пинг и трассировка. Использование утилиты IP-scan поможет найти узлы в определенной подсети, либо на интерфейсе. С помощью утилиты PingSpeed вы сможете определить максимальную скорость до указанного узла. Для изучения трафика на интерфейсах предусмотрена утилита PacketSniffer. Одним из немаловажных преимуществ является то, что PacketSniffer способен работать в связке с Вайершарком. Одним из важных инструментов является торч. Торч предназначен для захвата и аналитики трафика. Утилита поддерживает фильтрацию по MAC, IP-адресам, протоколам и номерам портов, что позволяет находить неисправность на различных уровнях сетевых моделей. Стоит отметить, что немаловажную роль в поиске неисправности играет терминал, который представляет удобные выводы конфигурации в текстовом формате. Сегодня мы с вами ознакомимся с большинством приведенных утилит и лишим некоторые проблемы в нашей сети. Открываем GNS. Для этого урока мы будем использовать сеть, которую мы создали на предыдущем занятии. Для начала добавим к существующей топологии Cisco маршрутизатор. Соединим его с интерфейсом Ethernet 1 нашего маршрутизатора. Запустим его. Перейдем в режим глобального конфигурирования. Переходим в настройки интерфейса Fast Ethernet 00. Зададим ему IP-адрес. Зададим маску под сети. Включим интерфейс с помощью команды NoShutdown. Перейдем в настройки интерфейса Fast Ethernet 01. Зададим ему первый IP-адрес 8.8.8.8.8. Укажем маску 24 бита. Зададим второй IP-адрес. И укажем параметр Secondary. Открываем Winbox. Подключаемся к нашему роутеру. Добавим IP-адрес для интерфейса Ethernet 01. Указываем маску 30. Применяем. Создадим маршрут по умолчанию. Указываем IP-адрес нашего Cisco маршрутизатора. На маршрутизаторе создадим две статические DNS-записи. Для этого переходим в пункт IP, DNS, Static. Задаем имя yandex.ru. Указываем IP-адрес 7.7.7. Применяем. Добавляем имя google.com. Указываем адрес 8.8.8. Применяем. Переходим в терминал и пробуем пропинговать наш Cisco маршрутизатор. Как мы видим, пинги успешны. Создадим первую проблему. Изменим тип интерфейса коммутатора с DOT1Q на Access. Щелкаем правой кнопкой мыши. Выбираем configure. Изменяем тип с DOT1Q на Access. Нажимаем add. Применяем. Закрываем. Как мы видим, Winbox стал недоступен. Локализовывать проблему мы будем с помощью Windows XP. Открываем нашу виртуальную машину. Переходим в командную строку. И первым делом проверим, какой у нас IP-адрес и метод его получения. Для этого мы используем команду ipconfig.com.au. Перезапросим IP-адрес с помощью команды ipconfig.com.au. Так как на интерфейсе включен DHCP, но адреса мы не получаем, мы понимаем, что в нашем широковещательном домене недоступен DHCP сервер. Подключимся к микротику через консоль виртуальной машины и проверим, запущен ли сервис DHCP. Для этого используем команду ip-dhcp-server-print. Как мы видим, вывод не содержит флага disabled, что означает, что сервис DHCP запущен. Таким образом, мы понимаем, что проблема кроется в канальном уровне и нам необходимо заострить внимание на работе коммутатора. В нашем случае все понятно. И мы возвращаем нашему коммутатору типу интерфейса .1Q. Возвращаемся в виртуальную машину с Windows XP. И вновь вводим команду ipconfig с ключом renew. Как мы видим, мы успешно получили IP-адрес от нашего DHCP сервера. Проверим ARP-таблицу с помощью команды ARP с ключом A. ARP-таблица содержит информацию о соответствии IP-адреса физическому адресу. Для того, чтобы посмотреть ARP-таблицу на микротике, необходимо ввести команду ip-arp-print. Следующая проблема, которую мы создадим, будет проблема с NAT. Первым делом мы создадим правило для NAT. Создавать правило мы будем через консоль виртуальной машины. Для создания правила вводим следующую команду. IP-firewall, NAT, ADD, CHAIN, SRC NAT, ACTION, MASCARAD, OUT, INTERFACE, ETHERNET 1, DISABLED, YES. Начнем пинговать хост Google.com с нашей виртуальной машины. И как мы видим, командная строка сообщает нам, что превышен интервал ожидания для запроса. Открываем Winbox. Переходим во вкладку Tools и выбираем инструмент Torch. Уберем галочки SRC-адрес 6 и DST-адрес 6. Интерфейс оставляем Ethernet 1 и увеличим тайм-аут для вывода на 30 секунд. Запускаем непрерывный пинг до хоста Google.com. Обращаем внимание на то, что хост 4 восьмерки посылает ответ непосредственно хосту 192.168.10.254, а не белому IP-адресу нашего маршрутизатора. Таким образом, мы с вами можем понять, что Google пытается ответить на адрес, который не маршрутизируется в интернете. А значит, что с нашим правилом в группе NAT что-то не так. Перейдем во вкладку IP Firewall NAT и включим наши правила. И обращаем свое внимание на то, что при рабочем правиле Google отвечает на белый адрес. В заключении мы с вами рассмотрим связку Wireshark и Packet Sniffer. Связка помогает проводить снифинг трафика. Немаловажным плюсом стоит отметить возможность использования фильтров по протоколам, портам и адресам, что значительно сократит время затраты при поиске специфичных неисправностей. Запускается связка прежде всего на микротике. Для этого переходим во вкладку Tools, Packet Sniffer. Переходим во вкладку Filter. Первым делом мы настроим фильтры. Укажем интерфейс VLAN56, с помощью которого наш компьютер подключен к микротику. И укажем порт 23. Применяем. Переходим во вкладку Streaming. Ставим галочку Streaming Enabled. И указываем IP адрес сервера, на котором у нас будет запущен Wireshark. Применяем. И нажимаем Start. Открываем Wireshark. Выбираем наш Loopback адаптер. И указываем правила для фильтрации. UDP.PORT равно-равно 37.008 Как мы видим, в настоящий момент вывод пустой. Прейдем в микротик и убедимся, что состояние Packet Sniffer running. Как мы видим, пакет Sniffer запущен. Откроем пути. И подключимся с помощью протокола TILLNET к нашему маршрутизатору. Обращаем свое внимание на то, что при попытке соединения строки в Wireshark заполнились данными о протоколах TCP и о протоколе TILLNET. Как мы видим, такая связка позволяет получить нам информацию об инкапсулированных протоколах, MAC-адресах, размерах данных и о другой специфичной информации. Напоследок отметим, что удобные выводы в консоли значительно лучше, чем картинки в Winbox. В выводах нам могут помочь такие команды, как Print и Export. Print показывает нам, что настроено. Export показывает, как это настроено. Для примера выводов воспользуемся созданным на сегодняшнем уроке правилами. Откроем консоль виртуальной машины и проверим правила для NAT, которые мы сегодня создали. IP, Firewall, NAT, Print. Как мы видим, группа NAT содержит у нас одно единственное правило в цепочке SRC NAT, действием маскарад и с исходящим интерфейсом Ethernet 1. С помощью команды Export посмотрим, как это правило было настроено. Как мы можем заметить, вывод команды Export полностью соответствует введенной команде. Текстовые выводы значительно удобнее, нежели графические. На форумах поддержки очень часто просят присылать именно текстовые выводы, так как они являются более содержательными. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok